23 апреля 1945 года рейхсмаршал Германии, второй человек после Гитлера, Герман Геринг, отправил фюреру телеграмму. В ней он предложил передать ему власть в стране. Геринг считал, что теперь только он может спасти Германию. Мой фюрер, учитывая ваше решение остаться в Берлине, прошу немедленно передать мне полное руководство рейха. «Если до 22.00 23 апреля не будет ответа, я начну действовать в интересах германского народа». Гитлер прочел эту телеграмму и понял только одно – Геринг перестал быть его соратником. Это был настоящий государственный переворот. Гитлер был в шоке. На пороге гибели рейха он готовился к смерти и рассчитывал, что его верный соратник Герман как всегда последует за ним. Но Геринг предал своего фюрера. «У всех есть секреты. Ошибки молодости, сомнительные связи, опасные пристрастия, грязные деньги и кровавые преступления. Их прячут в тайной комнате. Осторожно! Двери открываются!» Красивый, умный и в миру упитанный мужчина в самом рассвете сил с самолетным пропеллером на спине. В это трудно поверить, но уверяют, что именно Герман Геринг стал прототипом Карлсона. В начале 20-х годов бывший военный летчик зарабатывал деньги в Дании и Швеции участием в авиашоу. «Он там устраивался летчиком, ну, пилотом. Иногда он там чудил. И это якобы, когда он летел над морем и увидел корабль, не военный, а просто корабль, он стал на него заходить, как будто бомбит». По легенде, молодая журналистка Астрид Лингрен однажды пришла взять у безбашенного летчика интервью. И он сказал ей, что так любит авиацию, что ему иногда не хватает моторчика за спиной. «Карлсон вообще – это такой некий супермен до реактивной эры. Вот как раз, когда Первые мировые войны были самыми лучшими – это пилоты, то можно подумать, что да, образ был сделан с какого-то пилота». Оказалось, что толстяк Карлсон даже говорит словами Геринга. «Пустяки – дело житейское. Спокойствие, только спокойствие – все это любимые фразы веселого летчика». Выпускник кадетского училища Герман Геринг сел за штурвал самолета в 1914 году. Тогда они выглядели, как этажерки с брезентовыми крыльями. Во время войны Герман лично сбил 22 самолета и дослужился до командира элитной воздушной эскадрильи. «Вообще был красавец бесподобный. У него очень гладкая кожа была и совершенно пронзительный взгляд». Геринг тогда еще был стройным и подтянутым. Он производил впечатление обаятельного и остроумного человека. Астрид Лингрен была очарована им, общалась с Герингом много лет и наблюдала изменения в нем. После Первой мировой Геринг понимал, что его карьере военного летчика пришел конец. И у него все получилось бы, если бы он не встретил Адольфа Гитлера. «Мы говорим немецкому народу, помогите себе, богатый или бедный. Все должны помогать друг другу. Все должны думать, что есть кто-то беднее меня. Я хочу помочь этому соотечественнику». Два будущих главных нациста познакомились в 1922 году. Геринг увидел Гитлера на манифестации против Версальского мира. «Между ними сразу проскочила какая-то искра. Все понимали, что партия будет успешной, только если ее ведет харизматичный вождь. И вот этого харизматичного вождя увидел Геринг. Сразу увидел возможность для того, чтобы вот все свои амбиции воплотить в жизнь. Именно используя Гитлера. Именно используя национал-социализм». Немецкие ветераны были унижены с ходом Первой мировой войны. А Гитлер обещал им шанс отомстить и воссоздать Великую Германию. «Мой дядя был убежден, что только Гитлер вытащит Германию из ужасной ситуации, которая была после Первой мировой войны. Поэтому дядя без сомнения дал клятву преданности Гитлеру». Гитлер увидел в Геринге чрезвычайно привлекательного героя войны, хорошего оратора, который может привлечь к себе сторонников и сделать партию нацистов более респектабельной. Геринг нашел в Гитлере того, кто дал ему новые амбиции на будущее, дал ему политическую перспективу. Геринг сразу же стал активно участвовать в нацистском движении. Через полгода Гитлер назначил его верховным руководителем штурмовиков. Геринг вскоре превратил эти отряды в мощную военизированную силу. 8 ноября 1923 года Мюнхен. Адольф Гитлер пытается захватить власть в Баварии. Потом этот Демарш назовут пивным путчем. «После бокала пива Гитлер повел вперед на полицейский кордон, цейгаузу. В каком состоянии был Гитлер? Может быть, он был немножечко под шофе?» Гитлер выбил на площадь 3000 своих сторонников. Рядом с будущим фюрером шел его ближайший друг Герман Геринг. На площади толпу оголтелых штурмовиков уже поджидал отряд полиции. Их встретили правительственные войска и полиция, и они расстреляли эту демонстрацию. Потом в Рейхе появится легенда, что когда раздались первые выстрелы, Геринг прикрыл Гитлера своим телом. Герман получил две пули в бедро и в пах. Раненого Геринга товарищи по партии дотащили до ближайшего дома, где хозяин, еврей Роберт Балин, спрятал у себя истекающего кровью молодого нациста. В благодарность за это в 1938 году, после еврейских погромов, Геринг освободил Балина и его жену из концлагеря. Его оказали помощь достаточно поздно, почти через сутки. Началось уже заражение, что потом уже привело к серьезным последствиям его болезни. Страшные були Герингу снимали морфином. Тогда он не считался тяжелым наркотиком. Через несколько месяцев Герман стал законченным наркоманом. Хотя не раз пытался избавиться от зависимости и даже лежал в психиатрической больнице. Других способов, кроме как морфия, не было, чтобы сделать обезболивание. И вот эти дозы, они постепенно увеличивались, увеличивались, увеличивались. И пусть даже боли могли бы утихнуть, но он уже не мог жить без наркотиков. Лечение буквально изуродовало красавца-летчика. Из клиники Геринг вернулся другим человеком. Я его не узнала. У него стало огромное широкое лицо, почти женское, бледное и одутловатое. Ничего не напоминало его прежнего. У него было новое и пугающее выражение лица. Геринг набрал почти полцентнера. При росте в 175 сантиметров он теперь весил 130 килограммов. Все это произошло из-за гормональных нарушений на фоне тяжелого ранения и наркомании. Эта зависимость преследовала его всю жизнь. Он периодически слезал с иглы, но потом начинал употреблять наркотики снова. Это была зависимость, которая постепенно разрушала его. Гитлер ревновал Геринга к власти. Он понимал, что обаятельный общительный Геринг умеет убеждать людей. Он пользуется поддержкой штурмовиков, а в красноречии совсем немного уступает Гитлеру. Я вымету железной метлой всех, независимо от убеждений, кто будет стремиться к подавлению национальных устремлений и нарушать достоинства немецких граждан. Гитлер прямо заявил, что не хочет видеть в руководстве партии, а потом и Третьего Рейха, наркомана. Но благодаря компромату на друга Адольфа, Геринг все же стал вторым человеком в Германии. В небольшом курортном египетском городке Сафаго на стоянке для яхт можно увидеть довольно скромное судно. 80 лет назад оно принадлежало рейхсмаршалу авиации Герману Герингу и считалось верхом роскоши. Частыми гостями на этой яхте были Адольф Гитлер и его ближайшие соратники. Рейхсмаршал Геринг устраивал здесь роскошные обеды, а иногда стрелял уток прямо с носа корабля. После Второй мировой яхты некоторое время принадлежало немецкому журналисту Герду Хайдеману. Он отреставрировал судно, и оно стало настоящей святыней для бывших нацистов. Они собирались на яхте, где вспоминали былые времена и клялись в вечной преданности Гитлеру. Звездой этих вечеринок была любовница Хайдемана, дочь Геринга Эдда Геринг. С некоторыми бывшими сотрудниками и друзьями отца я общаюсь и сегодня. И они, как и прежде, с любовью и благоговением вспоминают о нем. Крестным отцом Эдды Геринг был сам Адольф Гитлер. На крещение он подарил пятимесячной Эдде платье, расшитое свастикой. Девочка души не чаяла в дяде Адольфе. Приятные воспоминания о нем она сохраняла до последних дней своей жизни. Еще задолго до захвата власти мой отец верил, что Гитлер для Германии – это что-то позитивное, чего ей не хватает. Но Эдда Геринг даже не представляла, каким на самом деле был ее любимый крестный дядюшка Адольф. В 2018 году ЦРУ рассекретила 70-страничный доклад 1943 года, в котором были характеристики на Гитлера и его ближайших сподвижников. В нем говорилось, что фюрер – фанатик с манией величия, манипулятор, одержимый властью, при этом имеет сильный комплекс неполноценности и сочетает гомосексуальную и кетеросексуальную ориентации с адмазохистскими наклонностями. В молодости Гитлер, будучи молодым художником, жил в венском мужском пансионе. В этот пансион приходили мужчины, чтобы снять проститутку мужского пола. И Гитлер ради денег вступал с ними в половую связь. Среди партнеров Гитлера называли Эрнста Рема, Эрнста Ганштенгля, Эмиля Морриса и соратника по партии Рудольфа Гесса, который имел прозвище «Черная Эмма». В характеристике Геринга было сказано, что он «типичный нарцисс, агрессивный самовлюбленный экстраверт, чрезвычайно высокомерный, авантюрист, излишне самоуверенный, наркоман и чревоугодник, склонен к депрессиям и частым сменам настроения, не всегда адекватен в принятии решений». Было еще кое-что, что они тщательно скрывали друг от друга и от соратников по партии. Гитлер боялся стать отцом из-за того, что у него может родиться ненормальный ребенок. Это было связано с тем, что мать Гитлера приходилась двоюродной племянницей отцу Гитлера, то есть Адольф был плодом инцеста. Самое удивительное, что у Гитлера был роман с его собственной племянницей Гелли Раубаль, которая была его моложе на 19 лет. Их связь продолжалась 6 лет, а в 1931 году Гелли покончила с собой. По некоторым сведениям, она была беременна. Тайна, связанная с детством, была и у Геринга. Он называл себя потомком французского короля Людовика Святого. Геринги были в родстве с Гогенцоллернами, правящей династией Германии того времени, и даже с английской королевой Викторией. Родней Герману приходились поэт Гёте и создатель дирижабля граф Цепелин. Его отец был губернатором Юго-Западной Африки и Гаити, и он сделал действительно эти колонии хорошими для жилья. То есть, в общем-то, о тех временах там вспоминают хорошо. Однако, по другим данным, отец Геринга был ему неродным. Мать Геринга, Фанни, крутила роман с ближайшим другом отца, евреем, доктором Германом фон Эппенштейном. Он стал крестным отцом Германа и его младшего брата Альберта. Но, похоже, не только крестным. Его крестный отец стал открыто встречаться с матерью, а отец на это родной смотрел как-то так. Ну ладно, встречается, встречается. Мать Геринга назвала старшего сына Германом в честь Эппенштейна. Кроме того, в 1898 году доктор Эппенштейн купил два замка и пригласил семью Герингов пожить у себя. Во время этих визитов Фанни Геринг открыто жила с Эппенштейном. Шестилетний Герман оказался в окружении величественной средневековой обстановки, которая полностью соответствовала его мечтам о власти и славе. Позже оба замка Эппенштейна оставил в наследство Герингу. Герман Геринг был самовлюбленным эгоистом, который из-за того, что его недолюбили в детстве, очень хотел, чтобы его любили все. Он как звезда шоу-бизнеса выходил народ, и народ ему радовался. Геринг очень хотел быть крупным политическим деятелем. Он чувствовал, что наконец нашел свою профессию. Он хотел быть одним из спасителей Германии. 12 января 1939 года Герман Геринг, второй человек после Гитлера в иерархии Третьего Рейха, отмечал свой день рождения. К этому моменту Гитлер уже шесть лет находился у власти и, как мог, двигал своего ближайшего соратника. Пока Гитлер воодушевлял публику речами, Геринг строил Третий Рейх. Он провел чистку в полиции и создал гестапо. Он тайно возродил немецкую авиацию Люфтваффе. Он создал в лесах Пруссии первые концлагеря. Он установил близкие связи с германскими промышленниками, благодаря чему денежный поток потек рекой к нацистам. Фактически Геринг заведовал всей экономикой Третьего Рейха. Он основал корпорацию, которая называлась «Имперские заводы Геринга». В ней работало больше 700 тысяч рабочих. Прибыль измерялась миллионами немецких марок. Весной 1933 года Геринг создал спецслужбу для прослушки всех телефонных, телеграфных и других систем связи не только Германии, но и других стран. Мы прослушивали телефонные линии всех иностранных посольств. Все телефонные линии с востока на запад проходили через Берлин в то время, поэтому технически это не было проблемой. Мы слушали все разговоры, и никто об этом не знал. Особенно внимательно немцы слушали банкиров, финансовых и промышленных магнатов. Вызнав все секреты, специалисты Геринга разоряли европейские банки и фирмы, а часть средств оседала в его собственных карманах. Знак рад. Причем это известно всей Германии. И вся Германия только радуется, какой хороший она Герман Геринг, как вот он умеет жить. Он жил и впрямь хорошо, даже слишком. Говорят, что стремление к богатству и власти укрепилось в нем во время отношений со шведской аристократкой Карин фон Канцов. Карин фон Канцов была замужем за офицером, олимпийским чемпионом по гимнастике, воспитывала сына. Но однажды прямо с неба на нее свалился нищий герой войны. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Геринг увел ее из семьи, и вскоре они поженились. Карин любила роскошь. Геринг же не имел постоянного заработка. Поэтому деньгами им помогал бывший муж Карин. Кроме денег он предоставил бывшей жене автомобиль с шофером. Эта унизительная ситуация выводила из себя от тщеславного героя войны Геринга. Самое смешное, что Геринг представил Карин своей матери. Та осудила сына за разрушение семьи и потребовала прекратить эти отношения. Но Геринг только рассмеялся ей в лицо. Карин Геринг иногда называли первой леди Третьего Рейха. Она обожала Гитлера, считала его рыцарем и спасителем нации, и часто появлялась вместе с фюрером в качестве хозяйки вечера. У Гитлера, как известно, жены не было. Брак для себя он исключал, заявляя, что его невестой является Германия. Возможно, он говорил это для того, чтобы быть более привлекательным для женской аудитории. Ведь известно около десятка его любовниц. Первая – француженка Шарлотта Лабжоа. По слухам, родила ему сына. А остальные, включая Еву Браун, после или во время отношений с Гитлером, пытались покончить с собой. И было известно, что с начала 30-х он мог любить женщин только платонически. Врач Гитлера делал ему прививку с чем-то похожим на Виагру. И это всегда было приурочено к визитам Евы Браун. Без этих веществ он ничего не мог. При этом Гитлеру очень нравилось, что у его соратников семьи с большим количеством детей. Он любил гостить у министра пропаганды Йозефа Геббельса. У них с женой Магдой было шестеро детей. И хотя Геббельс был известный ходок и менял любовниц как перчатки, Гитлер несколько раз удерживал супругов от развода. После Второй мировой войны появились слухи, что Гейлинг тоже изменял своей любимой жене. Причем в России, в Липецке. Там в середине 1920-х годов тайно тренировали летчиков Люфтваффе. И даже якобы сохранились свидетельства, что одного из немецких летчиков звали Герман. Наш летчик, который в этой школе обучался, что он в воздушном бою участвовал с немцем, которого звали Геринг, и что тот ему показывал часы с гравировкой от Вильгельма II в лучшем уасу Германии. В 1933 году НКВД начал проверку всех, кто контактировал с немцами. Сотрудники вышли на некую Надежду Горячеву. У нее нашли любовную переписку с мужчиной, от которого якобы родила дочь. Женщину сразу отправили в лагеря. Думаю, что это неправда, думаю, что это фейк, что это версия, потому что в то время, когда эти школы начали работать, Герингу было не до посещения их. Он занимался совсем другими делами. Дело в том, что в эти годы Геринг лежал в психиатрических лечебницах, лечился от наркомании и никак не мог находиться в России, как и не мог в тот момент быть отцом ребенка. Ранение в нижнюю часть живота и в пах получено во время пивного путча, которое очень сильно сказалось на его мужском здоровье. Слухи ходили о том, что Герингу требовалась дополнительная терапия, чтобы вернуть свое мужское здоровье. Скажем, вот так. Возможно, именно эта гормональная терапия также отразилась на внешнем виде Геринга. Родить ребенка они с Карен не успели. В 1931 году она скоропостижно скончалась от сердечного приступа. Геринг был безутешен. Свою поместье он назвал в честь покойной жены Карен Холл. А через несколько месяцев он нашел новую женщину. На Эмми Зонеман Герман Геринг женился в 1935 году. Свадьба проходила с королевским размахом. Берлин был украшен, движение транспорта перекрыто. Вдоль дорог выстроились 30 тысяч военных в праздничных мундирах, а в небе кружило две сотни военных самолетов. Интересно, что Эмми возглавляла комитет памяти первой жены Геринга. Ведь в Германии был настоящий культ Карен. Идеальный Арики. Дошло до того, что когда мама и папа отправились в свадебное путешествие, отец наклеил на чемодан фотографию Карен. Наверное, мало женщин, которые могли бы отнестись к такому с пониманием. Но мама была особенной женщиной. Теперь Эмми стала носить титул первой леди Третьего Рейха. К неудовольствию Евы Браун, которая уже тогда жила с фюрером. Правда, на него претендовала и Магда Геббельс. Но конкурировать с бывшей актрисой, которая выбрала для себя амплуа романтической героини, было невозможно. Эмми вела богемный образ жизни и была настоящей светской львицей того времени. Когда у Эмми и Геринга родилась дочь Эдда, это событие праздновала вся Германия. Правда, не обошлось без скандала. Все шептались о том, что называли дитя непорочного зачатия. Потому что ходила такая версия, байка, вредная сплетня о том, что действительно врачи якобы поставили Герингу бесплодие. Позже в нацистском журнале «Штурмовик» появилась статья на эту тему. Главным редактором издания был близкий друг Гитлера Юлиус Штрейхер. И он в этом журнале написал, что Геринг бесплодный, и поэтому, значит, либо жена нагуляла это где-то, либо в пробирке они родили эту девочку. Геринг, просто сказать, что он разозлился, это ничего не сказать. Он рассверепел, желал стереть в порошок этого шлехтера. Но Гитлер сказал, оставьте его в покое. Малышка считалась главным ребенком Рейха. Шутили, что когда Эдда училась ходить, в Берлине перекрывали улицы, чтобы ей никто не мешал. Папа меня обожал. Он много работал, но каждое воскресенье устраивал для меня развлечения. Я ждала этого целую неделю. Думаю, папа тоже. Маленькой принцессе Третьего Рейха дарили немыслимые ценности. Например, картины кисти Кранаха Старшего, фарфор, украшения. А в 1940 году командование Люфтваффе оплатило строительство для Эдды уменьшенной копией дворца Фридриха Великого Сан-Суси. Там даже театр был. В этом театре можно было зайти на помост и там сыграть какую-нибудь пьесу, потому что мама-то театрал, была актриса. Поэтому, конечно, это подарок. Ого-го. После рождения дочери Геринг словно сорвался с катушек. У него было все. Деньги, слава, безграничная власть и любые удовольствия. Оставалось только одно. Стать преемником Гитлера. 17 апреля 1950 года в замке Вальденштайн был найден клад. Было установлено, что эти сокровища принадлежали Герману Герлингу. 36 больших золотых подсвечников, ванны из серебра, полотна знаменитых художников, коллекционный старинный коньяк и деньги. Более 100 миллионов немецких марок. По самым осторожным подсчетам, общая стоимость украденного Третьим Рейхом могла достигать 500 миллиардов долларов. Нацисты вывезли золотой запас Бельгии, Австрии, Чехословакии, Нидерландов. За вывоз сокровищ отвечал как раз Герман Геринг. Огромная коллекция награбленных в Европе произведений искусства хранилась в Каринг-Холле. Почему бы не украсть то, что плохо лежит и дорого стоит? К тому же, что это поставляет еще один Рейхслейтер Розенберг. Обеспечивает всех награбленным добром из оккупированных стран. Предметы искусства не были военными трофеями. Немцы грабили даже союзников. В Голландии агенты Геринга заставили знаменитого коллекционера Жака Гудстикера за сущие копейки продать величайшее собрание живописи. Картины Рубенса, Веласкеса, Ван Гога и Кранаха. По оценкам нынешним было похищено нацистами в рамках вот этой компании 600 тысяч предметов. Искусство большая часть картины. А у Геринга в коллекции было 1325 картин, там что-то 200 статуй и гобеленов сколько-то. То есть это мизер от общего количества. В 1945 году газета Нью-Йорк Таймс оценила стоимость коллекции Геринга в 200 миллионов долларов. В пересчете на сегодняшние деньги это без малого 3 миллиарда. Рейхсмаршал оказался неразборчивым коллекционером. Он скупал или правильнее сказать забирал все подряд. Бывший ас Геринг собрал целый домашний музей самолетов. В поместье Геринга нашлось место и любимым игрушкам макетом железных дорог. Рельсы располагались на разных уровнях. В подвале дома был смоделирован горный ландшафт и поезда обстреливала игрушечная артиллерия. А к потолочным балкам крепились самолетики, которые бросали в поезда деревянные бомбы. Но был у Геринга один настоящий личный бронепоезд. Он состоял из 15 вагонов. Внутри вагоны были покрыты резными панелями из красного дерева, коврами. Мебель была из вишни. На специальной платформе располагалась зенитная артиллерия. Здесь были багажные вагоны, спальня и кабинет Геринга, ванная комната с огромной фарфоровой ванной, помещение для прислуги и телохранителей, кухня, большая гостиная, которая еще использовалась как кинотеатр и конференциал. Также здесь был вагон связи и радиорубка, в которой была даже шифровальная машинка «Энигма». Постепенно Геринг выработал привычки феодального властелина. Иногда он заставлял прислугу в замках наряжаться в средневековые одежды. Перед выносом блюд к столу трубили в охотничий рожок. Подавали дичь, которую убивал Геринг и его гости. Он отлично лазал по горам, любил охотиться, как индейец. Обвязывал голову белой повязкой и убегал. Охрана искала его часами. Гостей Геринг встречал с ручным львом на поводке. Звали львенка Буби и он был очень привязан к хозяину. Иди ко мне, Буби, иди ко мне, я тебя поглажу. Иди, мой хороший. Иногда Геринг устраивал вечеринки в римском стиле и переодевался патрицией. Тога и сандалии были усеяны бриллиантами. Ни один лидер нацистов в подобном не был замечен. Это было очень необычно. И даже на официальных встречах Герман Геринг выглядел как разряженный петух. Целый штат художников и портных постоянно выдумывали и шили для него новые мундиры. Наряды от кутюр белые, обвешан большим количеством этих вот шестеренок всевозможных, каких только можно. Его там фазан все время называли, обзывали за яркость костюмов. Особенно он был неравнодушен к сапогам. Выше колен и всех цветов радуги оранжевые, желтые, ярко-красные. Он очень сильно потел. Из-за своего веса он очень сильно потел, чтобы забивать этот запах, он постоянно пользовался парфюмом. Портай геноса Геринг выглядел странно. Его соратники по партии были недовольны. Мол, предал идеалы нацизма и погряз в роскоши. Аскет Гитлер. Но Гитлер продолжал ценить Геринга. И его оставили в покое. Но рейхсмаршал словно не мог остановиться. Он потерял берега, как говорится, от вседозволенности. Это наркотики, это власть абсолютная, которая его развратила. После начала Второй мировой англичане перестали поставлять в Германию опиумный мак, из которого делали морфий. Боясь ломки, Геринг дал строгий наказ немецким химикам. разработать синтетический аналог наркотика. Так был создан метадон, а рейхсмаршал подсел на новый наркотик. Когда он уже был шефом Люфтваффе, на параде он подошел поближе, и я заглянул ему в глаза. Они были как будто стеклянные. Потом я понял, под наркотиками. Геринг ни в чем себе не отказывал, но при этом отвратительно управлял Люфтваффе. Он провалил воздушную операцию против Британии, снабжение, окруженное под Сталинградом немецкой группировки. Ну, а потом дальше и дальше и дальше. И когда авиация Геринга не смогла разбомбить мосты на Одере при нашем наступлении, вот тогда уже Гитлер просто орать начал на Геринга. Но, тем не менее, Геринг до своего последнего дня, дня разоблачения, что называется, он оставался вторым человеком и преемником. То есть до 23 апреля 1945 года. Постепенно Геринга отстранили от реальной власти. А он словно ничего не замечал, находясь в наркотическом дурмане. В апреле 1945-го, когда Третий Рейх рушился, Геринг верил, что от него фортуна точно не отвернется. Когда Гитлер, Геббельс и другие видные нацисты собирались умереть, Геринг знал, наступает его время и отправил фюреру телеграмму с требованием передать ему власть. В результате к полуночи 23 апреля Геринг там не нацист, был изгнан из партии, уволен со всех постов и перестал быть преемником Гитлера. 8 мая 1945 года рейхс-маршалл Германии Герман Гейлинг попрощался с женой и дочерью, собрал несколько чемоданов, вколол очередную дозу наркотика и отправился искать главнокомандующего американскими войсками, чтобы поговорить с ним, как маршал с маршалом. Он надеялся, что сможет сделать все, чтобы Германии не пришлось заключать очередной позорный мир. Эти кадры в мае 1945 года снимали американские военные. Геринг сам пришел в плен с небольшой библиотекой и пятью чемоданами, один из которых был набит наркотиками. Его потом чрезвычайно хорошо отнесся к Герингу. Вот там он давал ему обеды, они шампанское пили и отбивные он там ел. И все там было хорошо. И первитин у него никто не отнял. И все было ему хорошо, и все у него было очень хорошо. Геринг специально сдался американцам. Войска США вступили на европейский континент лишь в июне 1944 года и о зверствах фашистов мало что знали. Геринг был уверен, что с ним будут обращаться особенно, ведь он высокопоставленный военный, второй человек после Гитлера. Главный злодей погиб, значит ему вновь может улыбнуться удача. Он уже видел себя в Америке окруженным почетом и уважением. Но у победителей были другие планы. Вот тот поворот, когда его объявили одним из главных военных преступников, был для него неожиданным. Я думаю, что он рассчитывал на иной прием на Западе. Гиринга отправили в тюрьму Нюрнберга, где утняли чемоданы, наркотики и посадили на скромное меню из хлеба и каши. В заключении жирный Герман быстро сбросил 20 килограммов и, главное, избавился от наркозависимости. Интересный факт. В то же самое время в Нюрнберге в той же тюрьме сидел младший брат Германа Альберт. Его арестовали только за фамилию. На самом деле Альберта считали позором всей нацистской семьи. Проявил такие антинацистские постоянные какие-то взгляды на жизнь. В Вене якобы в 1938 году нацисты собрали еврейских женщин, дали зубные щетки и приказали, так они развлекались, брусчатку тереть до зеркального блеска. И вот якобы Альберт Геринг такой подошел, взял эту зубную щетку и стал тоже тереть. Альберт Геринг спас десятки евреев от страшной смерти в газовых камерах. Тогда фамилия Геринг ему помогала. В самый конец войны под Прагой Альберт в концлагерь приехал, пригнал несколько грузовиков и сказал «Я Геринг, рабочие нужны на Шкоду». Руководство концлагеря так посмотрело на него и даже без всяких документов отгрузили во сколько влезло в эти грузовики, причем он кричал так плотнее, не на курорте. Но теперь фамилия привела Геринга младшего в тюрьму Нюрнберга. Альберта оправдали, помогли свидетельство спасенных евреев и письмо от рабочих завода Шкода. А вот у брата дела были гораздо хуже. Признаете ли вы свою вину или считаете себя невиновным? Я не виновен. Весь этот суд просто фарс. В ответ на все обвинения в военных преступлениях Герман Геринг заявлял, что еще не придумано законов, по которым его можно судить. Он был мастером обмана. Очень изобретательный и очень тщеславный. Он очень собой гордился. Геринг настаивал. Он действовал в интересах Германии и только немцы имеют право решать. Победители не могут объективно судить побежденных. Он пытался вести себя как настоящий первый номер. Он чувствовал себя рейхсмаршалом среди других подсудимых. Геринг повел подрывную работу среди других подсудимых. Он убеждал их отказаться давать показания и сотрудничать со следствием. Тогда главный обвиняемый начал просто затягивать процесс. Он прекрасно понимал, что со дня на день начнется холодная война. А значит что? А значит надо внести раскол между судьями, прокурорами, стравить их между собой, надо тянуть время. Геринг доводил прокуроров до бешенства, пускался в пространные рассуждения и вспоминал эпизоды, когда американцы или англичане в войнах вели себя точно так же, как Третий Рейх. А иногда он просто превращал суд в фарс. Значит вся делегация эта немецкая сидела на скамне подсудимых и заходит делегация сначала там Советский Союз Америка Великобритания а потом Франция. Геринг говорит, что еще и этим проиграли что ли? И вся вот эта лавочка этих немцев она в хохот просто в хохот обратилась. Процесс спасли только показания советской стороны. Тут Герингу было нечем крыть. Это была ваша идея ввести штрафы за сокрытие еврейского происхождения. Да, это был я. Да, это он основал гестапо. Да, это он подписал указ о строительстве концлагерей и окончательном решении еврейского вопроса. По указу Геринга были построены первые лагеря смерти Белжец, Собибор и Требленко. Это он автор знаменитой зеленой папки. В ней хранились документы плана Ольденбург. Просто взять все что хорошее есть и все вывезти в рейх. То есть даже вплоть до того, что землю срезали на Украине чернозем и вывозили в Германию. После такого участь Германа Геринга была решена. Его приговорили к казни через повешение. Позорная казнь. А он военный, он рейхсмаршал. Военный должен расстрелить. Повешение всегда считалось казнью простолюдинов. Такая смерть мучительна и позорна. Мышцы расслабляются, кишечник и мочевой пузырь опорожняются. Благородным всегда рубили головы или расстреливали. Поэтому Геринг написал заявление, что просит заменить виселицу на расстрел. Ну, он считал себя героем. А когда ты болтаешься на вешалке, дергаешься, это будет в газетах, никакого героя не будет. Он говорил о том, что вот ваш суд закончится, его забудут, а мои бюсты будут в доме каждого германца. Из 24 подсудимых 12 приговорили к смертной казни через повешение. Три человека получили пожизненное заключение, два человека были приговорены к 20 годам тюрьмы, один к 15 годам и один к 10 годам. Еще троих подсудимых в конечном счете оправдали. Геринг настаивал проявить уважение, по крайней мере, к его благородной крови, но приговор оставили в силе. Такого Геринг не ожидал. И пал духом. От его веселья и доброжелательности не осталось и следа. Кстати, последние слова, которые сказал Геринг, когда услышал объявление смертная казнь через повешение, он сказал, рейсмаршалов не вешают. Рейсмаршалов не вешают. Охранникам приказано было следить за преступниками круглосуточно. Дату казни от них скрывали. Подсудимый Геринг уже несколько часов просто лежал на койке. Охранник вот он смотрел в глазок и в какой-то момент ему показалось, то есть не показалось, но услышал, что как-то он хрипит плохо. И он, естественно, сразу вызвал это. А уже все. Подоспевший доктор сразу увидел следы отравления цианидом. Но откуда Геринг взял яд? Ведь после самоубийства руководителя германского трудового фронта Роберта Лея всех узников ежедневно тщательно обыскивали. Их должны были перетряхнуть там, просмотрев все складки в коже, Геринга было много, мог бы ничего не спрятать, а найти должны были все. Потому что допустить того, чтобы именно Геринг как-то покончил с самоубийством, то, что он в этом процессе был звездой, можно так сказать. Американцы в панике скрыли факт самоубийства главного нациста. О том, что Геринг покончил с собой, сообщили только на другой день. И его тело было внесено в зал, в физкультурный зал, где шло повешение. Там он был положен в тот же самый гроб, который был предназначен для него с бирочкой Геринг. Их всех сфотографировали, для протокола. Потом их всех погрузили в машину и отправили в Мюнхен, в крематорий. Сожгли, а пепел развеяли. Так закончилась жизнь Германа Геринга. Он оказался на самой вершине власти, но использовал ее для уничтожения миллионов людей.